Александр Меркулов родился в Рязани в августе 1966 года. О родителях, братьях и сестрах мужчины никому не рассказывал. Судя по тому, как сложилось будущее, мальчик рос и воспитывался в рабочей семье со скромным достатком. Саша, как большинство детей, живших в старинном русском городе, ходил в общеобразовательную среднюю школу, по выходным играл с друзьями и мечтал о блестящей карьере, приносящей стабильный доход. Однако невысокий уровень интеллекта и нежелание учиться не позволили парню продолжить образование и поступить в университет. В молодости амбициозный юноша работал обыкновенным таксистом. Общаясь с пассажирами, он приобрел выгодные знакомства в криминальных и предпринимательских кругах и со временем вступил в Осакинскую преступную группировку, вершившую темные дела на территории Рязани. Будучи рядовым бойцом-ракетиром, Меркулов приобрел навыки, необходимые для выживания в криминальной среде, и почувствовал вкус легких денег. В зрелом возрасте Александр исполнил юношескую мечту и стал состоятельным человеком. Под видом честного гражданина он обосновался на Крымском побережье, находившемся в 1990-х под властью президента Украины, и, забыв о законной жене и детях, стал охотиться на представительниц прекрасного пола, не имевших ничего против курортных романов. Однажды Меркулов попал на концерт певицы Татьяны Овсеенко, который в корне изменил его личную жизнь. Звезда российской эстрады, расставшаяся с официальным супругом, продюсером Владимиром Дубовицей Ким, обратила внимание на поклонника со спортивным телосложением и неординарной внешностью. Знаменитость решила, что именно такой мужчина способен скрасить ее одиночество. После ужина в ресторане и ряда романтических свиданий бывшая солистка группы «Мираж» потеряла голову от любви к псевдобизнесмену, не жалевшему денег на дорогие напитки и красивые безделушки. Отношения, на первый взгляд казавшиеся легким флиртом, переросли в крепкую долгосрочную связь. В инстаграм-аккаунте Овсеенко появились фотографии, где она светится от счастья в объятиях возлюбленного. Татьяна не подозревала о том, что избранник был преступником. Все выяснилось, когда власти разыскали Александра и отправили его в тюрьму по обвинению в организации покушения на убийство. Певица не хотела мириться с утратой, она нанимала адвокатов, чтобы помочь гражданскому мужу. Когда Меркулова выпустили, пара обосновалась в четырехкомнатной столичной квартире, приобретенной певицей на заработки от концертов и гастролей. В 90-х главарей Осокинской банды арестовали, и группировка прекратила существование. Меркулов в поисках лучшей жизни переехал в северную столицу России и попробовал торговать черным и цветным металлами. Потерпев неудачу в отрасли, где властвовали настоящие бизнесмены, уроженец Рязани присоединился к Тамбовской ОПГ. Находясь на нелегальном положении, провинциал пользовался паспортом гражданина с фамилией Чудинин. Это привело к появлению звучного прозвища Саша Чудной. В начале 2000-х банда под предводительством криминального авторитета Владимира Барсукова стала крышевать бензиновый рынок. Расширить сферу влияния удалось после организации покушения на убийство совладельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильевича Васильева. Предприниматели-бандиты поссорились из-за неоплаты услуг, оказанных преступной группировкой. Предводитель Тамбовской ОПГ, оставшийся без гонорара, решил отомстить лжецу и предателю и организовал вооруженное нападение на шикарный автомобиль российского топливного магната. Васильев Чудом выжил в перестрелке, унесший жизнь телохранителя, тем не менее это происшествие заинтересовало представителей следственных органов Ленинградской области. Им удалось установить, что фигурантами дела были Барсуков, Меркулов и другие члены преступной группировки. В отличие от главаря, арестованного в Санкт-Петербурге, бывший житель провинции почувствовал приближающуюся опасность и под именем Анатолия Мазуренко сбежал на территорию Украины. Обосновавшись в Ялте, преступник узнал, что его разыскивают сотрудники Интерпола. Привычка жить на широкую ногу привела к тому, что со временем преступника поймали и посадили под арест в следственный изолятор Симферополя. Несмотря на попытки прикрыться статусом беженца, Сашу Чудного выдали российским властям. В конце 2011 года гражданский муж Татьяны Овсеенко был помещен в камеру тюрьмы «Матросская тишина». Расследование дела Тамбовской банды длилось без малого три года. Все это время Меркулова защищали профессиональные адвокаты, нанятые эстрадной певицей. Присяжные заседатели вынесли преступнику оправдательный приговор, и он ненадолго вышел на свободу. В СИЗО Александр вернулся после того, как его сочли организатором покушения на Сергея Васильева. В этот раз избежать наказания не удалось. Верховный суд Российской Федерации приговорил уроженца Рязани к четырем годам колонии, к этому моменту большую часть срока преступник фактически отсидел.